Всем привет! Это первая часть серии о 12-й международной выставке Navitech и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Неделя проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Счастье в выставках способствует обмену инновационными технологиями, заключению новых контрактов, обширная деловая программа недели позволила детально и компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли. Телекоммуникационное оборудование компании Netco производится на ведущих фабриках в Тайване, успешно использующих новейшие технологические разработки японских инженеров. В производстве компонентов структурированной кабельной системы Netco используется только высококачественное сырье. Продукция проходит строгий контроль качества на всех этапах производства и соответствует мировым стандартам. На российском рынке продукция Netco появилась в 2002 году, успев за это время заслужить доверие профессионалов в сфере телекоммуникаций. Коммутаторы, у него уже внешний кабель находится с интернетом и напускником. И отсюда идет распределение. Сначала патч-панель, потом из нее уже в стены и в дальнейшем его помещении. Это специальный органайзер для кабеля, чтобы он просто не болтался, а удобно держался. Его не даст учебного, допустим, хотеть и повредить все эти деньги. В блоке розеток здесь два варианта представлено, пластиковая и металлическая. Это кросс-оптический для оптического оборудования, то есть в том случае, если мы используем передачу данных с волоконно-оптической составляющей, в этом случае сюда соединяется само оптическое волокно и идет распределение по технике, которая выразится собой. Это источники безперебойного питания, то есть у них где-то 15 минут могут быть, если включилось питание в помещении, и могут поддерживать работу самого сервера. И здесь уже встроенные батареи, но можно использовать также еще отдельно. Ну а здесь уже сам щиток именно по силовому оборудованию, где можно там отключить. Этот шкаф, он для внутреннего использования помещения, есть еще специальные шкафы, которые произведены для использования на улице, то есть климатические называются, то есть там, допустим, у вас на улице минус 40, а там за счет подогрева температура стандартная, которая для оборудования подходящего поддерживается. Туда не попадает влага, филиалов нету. Ну, в Питере мы уже давно, мы с 2001 года работаем на рынке, но у нас большой склад и офис. Если вы посмотрите, да, у камеры, у любой, у нее помимо оптического канала, по которому передаются данные, есть еще медные проводники, вот, например, как здесь, да, то есть здесь, видите, есть и питание сразу, и оптическое волокно. То есть вот по оптике у нас свет идет, а здесь у нас передается питание и управление. То есть вот такие гибридные кабели, в частности, нужны для камер. Но в том числе они могут применяться и для, ну, для иных целей. То есть если есть задача передавать более чем несколько оптических пар и определенные сигналы управления или питания передавать, то можно делать это вот на таких сборках. Мы это производим в Дубне на производстве по лицензии японской фирмы Канара. То есть мы закупаем кабель, делаем оконцовку, делаем разъемы, в том числе и всякие разные защищенные, влагозащищенные. Бронирование можем, в принципе, теоретически делать. Там тоже нет служебной связи. Это и одна система служебной связи, и вторая система служебной связи. Квадратные задачи для разных заявлений. Мы полностью российская разработка. И СОП, и ИСОЛЕСКО. НПО «Перспектива» создана в 2015 году с целью изучения рынка производителей отечественного телерадиооборудования и программного обеспечения, организации тестирования оборудования и участия в создании телерадиокомплексов на базе оборудования российских производителей. Направлением основной деятельности ООО «НПО «Перспектива» стало осуществление научно-импортного телевизионного и радиооборудования, используемого в телевидении и радиовещании, отечественными аналогами, а также поиск, разработка и продвижение телевизионного и радиооборудования на внутреннем и международном рынках в области медиапроизводства. В настоящее время компания предлагает реализацию проектов, основанных на разработках российских производителей оборудования ИПО, а также системную интеграцию проектов с использованием оборудования и программного обеспечения зарубежного и российского производства. Профессиональное оборудование ИПО от российских производителей позволяет построить полнофункциональный эфирно-аппаратный комплекс, обеспечивающий полный цикл работ по производству телевизионных и радиопрограмм в режиме прямого эфира, а также системы видео- и аудиозаписи, хранения и обработки контента. Производители и разъемы вы производите? Нет, вам стульщики. Стульщики, а производство опять в Тайвань? Мы представители в России уже 15 лет, а сама компания воплотка «Территорополитары». Конкретно мы, представители в России, официальные, уже 15 лет, в 2008 году. Продолжение следует... Производство находится в Томске. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Провертение следует... Продолжение следует... Компания СТК работает на российском рынке с 2010 года. На протяжении всего времени компания стремится внести вклад на становление и развитие цивилизованного рынка связи и автоматизации, предлагая широкий спектр системных решений в области профессиональной связи и автоматизации. Здесь реализовано более 100 крупных проектов для предприятий, расположенных на территории Томской области, Красноярского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Но стандартно у КВ-радиосвязи зоны покрытия достаточно большие, где это десятки километров. Информационный лист по этому отделю как раз. Интек – центр разработки электроники и программного обеспечения полного цикла от идеи до постановки на серийное производство. Интек имеет опыт разработки носимых устройств медицинской техники, устройств спутниковой навигации и связи, промышленного оборудования, специализированных измерительных систем, микроэлектроники, программного обеспечения, мобильных приложений, облачных сервисов, систем дополненной реальности, блокчейн и смарт-контрактов. Они занимаются как раз внедрением этих коммутаторов. L3 – что значит L3? Это стандарт коммутаторов, который для операторов связи. Вот это вот коммутаторы. Вот эта плата – это плата управления питанием. Она может как управлять стойкой полностью, так и отдельными серверами. Вот. Маленькая плата. Это одноплатный компьютер. Сейчас достаточно распространены китайские платы, так называемые Arduino, одноплатные компьютеры. Но, во-первых, эта плата сделана на российском процессоре компании Milander. Во-вторых, она имеет фигаст-кал диампазон, то есть она может работать. Вот этот процессор, он производительнее, чем те процессоры, которые стоят на Arduino. Но вот сейчас мы с компанией опять же Milander разговариваем. У них есть еще один процессор, Cortex-M4, но он в керамическом исполнении, он очень дорогой. Мы все надеемся, что они выпустят его в пластике, и тогда можно будет заменить. Тогда она станет более производительной. Но в фаршилке сейчас вот всякие типа умных домов, интернет вещей, простая автоматизация, организация управления конечными устройствами. То есть фактически вот на этой плате это все можно делать. Плата называется Milander. Иде, то есть специально под нее разработано, а C++ используется как основной язык разработки. Ну и по сути совместимо с теми же самыми артуринками. Это так называемый умный бейтек, то есть это устройство звукозаписи. Это запись звука. То есть это устройство разработано для сферы услуг, в первую очередь. То есть для всяких продажников, менеджеров, которые обслуживают сидеть и так далее. То есть человек уходит на смену, одевает бейтек. Вот в этой версии, да, то есть есть функция контроля положения. Но в первую очередь это именно звукозаписи. У наших партнеров есть программное обеспечение, которое позволяет разбирать этот текст. И потом, например, если возникают какие-то конфликтные ситуации. Либо там старший менеджер отслеживает неправильную работу с клиентами, неправильный подход к продажам и так далее. То есть у них есть возможность вставлять различные маркеры и потом весь вот этот условно разговор анализировать, прорабатывать. Что человек сделал правильно, что неправильно. Есть еще несколько разработок, которые мы сейчас представляем. Вот это вот кольцо, называемое кольцо безопасности для женщин. Стартап американский, компания NIMP сейчас успешно продает сервис. Кольцо, на обратной стороне есть кнопочка. В случае опасности девушка там нажимает на кнопочку. Кольцо по блютузу связывается с... Ну да, инженерный образец, здесь его ребята уже повторяли. Ну, пораскалывали, да? Да, да. Ну, им надо там всякие... Короче, его поразбирали. А связь это на какой расстоянии допустит по блютузу? По блютузу, да. То есть в районе 15 метров, действительно. Ну, девушка никогда там ей руки спутили, она за телефоном не полезет. А здесь нажать на кнопочку, это можно. Соответственно, связывается с телефоном. Телефон делает рассылку предупреждения, там, сигнал СОС по белому списку, который занят. То есть, вот, например, те же самые, то есть в Америке у них сделана связь, там, с охранными бюро, с полицией и так далее. В случае сигнала тревоги по всем службам идет рассылка, которая у них настроена. Вот, то есть мы разрабатывали полностью дизайн, электронику, программное обеспечение, там, социальная сеть своя под нее сделана. Вот это, вот это последняя разработка, которую для промышленников. Ну, здесь на самом деле комплекс. Вообще комплекс называется, как предотвращение наездов на персонал. Он выполняет две функции. Первая, это мониторинг состояния человека, то есть он контролирует основные его жизненные процессы, температура, дыхание, кровь, пульс, сатурация крови и все там, что-то такое. Для того, чтобы можно было определить, что человек находится в рабочем, когда он не открывается, он не запаянен. Не надо. Струч, он не запаянен. То есть, что с человеком все нормально, что у него сердце работает стабильно, что он, то есть этот диагноз не ставит, там, сердечного приступа, но может показать, что это какое-то нарушение. Вот этот проект, он разработывается для угольщиков. Это в открытых карьерах. Вот, здесь же есть связь с оператором голосовая. Здесь динамик и микрофон. И по промышленному Wi-Fi, то есть он соединяет, ну, есть возможность переговаривать с оператором, двустороннюю связь. Вторая часть, это так называемые маяки. Они устанавливаются на опасные подвижные объекты, например, на Белазе, который перевозит уголь. И в случае приближения человека к Белазу происходит вибрирование браслета, и человек предупреждается. При этом предупреждается оператор, который следит за сменой о том, что человек находится в опасной зоне. Эта технология построена на Блютусе. Здесь нам пришлось, то есть пока в мире вот такую технологию по именно измерению дальности и приближения на Блютусе еще никто не сделал. Вот мы попробовали ее сделали, пришлось переделывать антенны, которые стандартные. Сейчас заказали американские антенны, посмотрели, как они работают на этой технологии, но они очень дорогие. То есть там порядка 5-7 тысяч рублей только одна антенна. Мы эти антенны попробовали, посмотрели, сделали дубль, копировали. Сейчас вот сегодня, ну, короче, на этой неделе идет как раз тестирование уже в комплексе с новыми антеннами. И в этом году этот пилот должен запуститься на одном из разумерезов в Кемеровской области полностью. То есть это и система мониторинга состояния человека, и контроль наезда. Вот. А так, то есть наработать достаточно много. Мы имеем премии по промдизайну различного уровня, европейские, мировые. Вот с этим кольцом мы получили, ну, такой Оскар в мире промдизайна. Это Red Dot Design Awards в 2018 году. То есть это самая крупная премия в мире промдизайна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...